Когда все умрут Только тогда закончится большая игра Редьярд Киплинг Революция в России не победила бы И Колчак с Деникиным не были бы разбиты Если бы русский пролетариат Не имел сочувствия и поддержки Со стороны угнетенных народов Бывшей Российской империи Иосиф Сталин 1924 Революция 1917 года В два тычка с февраля по октябрь Развалила империю Не только армию, государственные аппараты Хозяйства, но и собственную территорию Что собственно сказал товарищ Сталин Что большевики натравливали На страну ее собственные народы С единственной целью захвата власти В 1917 Как и в 991 Благодаря чему Россия стала добычей Всех своих как противников Так и союзничков Но с другой стороны Тогда именно этот аспект Национально освободительный Причем в мировом масштабе Сделал Россию источником Революционной инфекции Мы будем громко кричать Через все границы Через Персию, Китай, Индостан О чудовищном гнете империализма Против их орудий Мы выдвигаем с нами борьбы Десер Кобазев Чрезвычайный комиссар Средней Азии 1918 Какие возможности открылись На первом этапе реанимации большой игры Для всех противников России Задача чудесным образом облегчилась И с военно-политической точки зрения И с идеологической оправданием Своей экспансией С парламентской трибуны Британский премьер Ллойд Джош Вполне открыто То есть выразил сомнение Выгодности для Англии Восстановление прежней могущественной России Британцев вторит их либеральный союзник Вильсон, который, как известно Добивался справедливого мира Для всех, кроме России Россия слишком велика и однородна Ее надо свести К среднерусской возвышенности Перед нами будет чистый лист бумаги На котором мы начертаем Судьбу российских народов Из программы Вудро Вильсона Президента США 1919 К различным вариантам раздела России Была практически готова Подавляющая часть Российской белой политической элиты От монархистов до социалистов Оглушенных и деморализованных Ужасами большевизма Если американским политикам Люди взглядов Керенского Заранее говорят, что мы согласны На расчленение России То нет сомнения в том, что Россию В случае победы над ней Под самым демократическим соусом Расчленят так, что от нее Останется одна пятая территория Марк Алданов Писатель-эмигрант Все-таки это уже 20 век То есть появляется что-то новое В реинкарнации большой игры Новое это нефть Отпечаток нефтяной темы Ложится на Кавказ И собственно так на нем с тех пор и лежит Грузия 3000 немецких солдат Высаживаются в поте По просьбе грузинских меньшевиков Уговаривать немцев долго не пришлось Поскольку их очень интересовал Нефтепровод Баку-Бату Тогда это была единственная Нефтяная артерия в регионе 25 мая 1918 года Провозглашена независимость Грузии Которую тут же стали ласково называть Грузинская нефтепроводная республика Собственно Баку Немцы бы с удовольствием Двинулись на Баку Но не успели За них это сделали турки Официально это называлось Армией Ислама То есть это была не регулярная Турецкая армия А азербайджанцы Мусаватисты и турецкие добровольцы В Баку в то время была Пролетарская диктатура Бакинский Совнарком Пригласил для защиты Турок-англичан У которых была мощная группировка В Персии Англичане откликнулись мгновенно И 1 августа высадились в Баку Знаменитые 26 бакинских комиссаров Сочли за благо покинуть город Без сдачи отчета О расходовании народных денег Но были перехвачены И в конце концов расстреляны Не без помощи Благодарных англичан В свою очередь англичане Поддерживавшие диктатуру Меньшевистского центра Каспия Эвакуировались накануне Решающего штурма города турками Турки наплевали на сказку Об армии Ислама И перебросили на бакинское направление Регулярные войска с других фронтов Бак упал Был на три дня отдан На разграбление солдатам Погибли несколько десятков тысяч человек Никто точно не считал Ну, в основном армяне Но промыслы пострадали мало Поскольку их берегли Все заинтересованные участники сражения Большевики чудом сумели продержаться 20 месяцев на голодном нефтяном пайке Бензин заменяли смесью керосина Спирт из кипидара Смазочные масла Заменяли на хлопковое и касторовое масло В топках жгли вяленую рыбу К началу 920 года Ситуация дошла до предела Телеграмма Ленина Смилги и Арджоникидзе Нам до зареза нужна нефть Обдумайте манифест населению Что мы перережем всех Если сожгут и испортят нефть И нефтяные промыслы И наоборот Даруем жизнь Если Майкоп и особенно Грозный Перейдут в целости Подействовало Уже в апреле 1920 года Части Красной Армии Перешли границу Азербайджана Бакинские большевики Вручили мусватистам ультиматум И те сдались во избежание жертв Знать бы, что в прикупе лежит Но в 1903 году Нефтепромысел был разменной пешкой В большой политической игре Известно по официальной советской истории Что 1 июня 1903 года В Баку, где добывалось 9 десятых всей российской нефти Началась возглавляемая большевиками Знаменитая личным вкладом Товарища Сталина Всеобщая стачка Это не совсем так Были немотивированные Внешние беспорядки Забастовщики никаких требований Не выдвигали Но страшнее были Поджоги промыслов Пламя поднималось В пользу американцев Рокфеллер Британских государств От Каспия Африканского протектората Над Туркестаном На 50 лет К соглашению присоединяется Эмир Бухары Эта республика будет находиться Под исключительным влиянием Англии И будет пользоваться Такой же самостоятельностью Как африканские колонии Англии Трансваль и Оранжевая Из договора англичан С белым правительством В Туркестане Август 1918 Кстати, очень наглядный Образ суверенитета Распределение ролей Напрашивается Белые отряды В роли побежденных Но обласканных буров Туземцы В роли зулусов Что естественно Оставило большевикам Широчайшие возможности Апеллировать к этим зулусам Хищнический аппетит Этих заклятых врагов наших Не ограничивается Индия Они стараются Распространить свою власть На Персию, Афганистан Бухару, Хиву и Туркестан Поэтому наш священный долг Встать на защиту этих земель От коварного врага Комиссариат по национальным делам Туркестанской республики Сентябрь 1918 Наличие большевиков С их своеобразными лозунгами И практикой Полностью развязало руки Британцам для реализации Их пресловутой Цивилизаторской миссии О таком ветераны большой игры Даже и мечтать не смели Никаких тебе глобальных соперников Никаких угрызений цивилизованной совести Ни перед кем не надо оправдываться Британцы были убеждены Что большевистская Россия Полностью продолжила политику царской России Таким образом Независимо от того Какое правительство находилось у власти Она оставалась экспансионистским государством Централизация власти И автократический контроль За внешней политикой Это характерные черты Для обоих режимов Я полагаю Что Россия Не могла не стать Экспансионистской державой Ей это было предназначено Если местные варвары Окажут сопротивление То следует разрушить Железную дорогу Насколько это возможно Вместе с портовыми сооружениями В Красноводске Отрезать воду И все другие виды снабжения И этим превратить Западную часть Закаспия В пустыню Какой она была раньше Из инструкции Вице-короля Индии Виконта Фридерика Челмсфорда Британскому генералу Уилфриду Малисон Я бы мог рассказать вам Одну забавную историю Как и все народы Британцы считают себя Невинными агнцами А остальной мир Агрессивным, злодейским И потенциально опасным И так далее и тому подобное Я помню, что вскоре После вторжения советских войск В Афганистан Это где-то в 1982 году Во время обеда С некоторыми британскими политиками Консерваторами Членами парламента Министрами Которые говорили о российской угрозе Как о постоянной исторической угрозе Вызванной желанием экспансии В качестве одного из доказательств Кто-то привел тот факт Что русские Причинили многое беспокойство Британии на северо-западе Индии В этом есть некоторая доля наивности Не понимать, что для того Чтобы угрожать интересам Британии В этом регионе Британии нужно сначала Проявить экспансионизм самой Где находится Кент И где Индия Действительно Где Кент И где Индия Где Ашхабад И где Агайо В августе 2005 года В ходе двухдневного визита Генерал Джон Абизент Глава Центрального командования США Дал высокую оценку Роли Туркмении В процессе мирного развития Афганистана А также высоко оценил Инициированный Туркменистаном Проект строительства Трансафганского газопровода Что способствует Утверждению стабильности И благополучия На многострадальной Афганской земле Напомним Речь идет о режиме Туркмен-Баши Который в американской прессе Иначе как средневековым Не именовали О единственной стране В Центральной Азии Которая максимально возможно Уклонялась От участия В антитеррористической коалиции Которая до последнего момента Сохраняла дружественные Отношения С афганскими талибами Трансафганский газопровод Был инициирован в тот период Когда задачу утверждения Стабильности На многострадальной Афганской земле решали талибы Что и обеспечило Собственную возможность Для Соединенных Штатов Выстроить маршрут Транспортировки углеводородов Альтернативно традиционному Через Россию Надо заметить Что новая вспышка Живейшего интереса К Туркменистану Совпала с унизительной Эвакуацией Американских военных баз Из соседнего Узбекистана Американцы Увлекшись цветными революциями В Центральной Азии Сумели убедить Узбекское руководство Что их присутствие Мягко говоря Не обеспечивает Никаких гарантий В борьбе С радикальными Исламистами Объявившими По сути Открытую войну Светскому режиму Ислама Каримова Аналитики службы Стратегического планирования Ассоциации Приграничного сотрудничества Предполагают Эскалацию Вспышек насилия И в Киргизии И в Узбекистане Для реализации Своей стратегии Соединенным Штатам Необходимо создание Двух Глубоко эшелонированных Опорных баз Для чего необходимо Расчленить И развалить Как минимум Два государства Киргизию И Узбекистан Авиабаза Ганси В Киргизии Является Важнейшей Американской базой На Евразийском континенте Важнее Аналогичных объектов В Кандагаре Кабуле Утраченной базы В Ханабаде Узбекистане Эта база Адаптирована Под тыловое обеспечение Для командования В то же время База непосредственного Военного наступления Может и должна Располагаться Только в Ферганской долине Исторически Ферганская долина И западные Синьцзян Тесно связаны Друг с другом Ферганская долина В прошлом Сообщалась с Кашгаром Интенсивнее Чем скажем С Амаркандом Бухарой Или с Казахстаном И соответственно Для того чтобы Штаты Реально могли готовиться К защите Американских интересов По линии двусторонних Китайско-американских Отношений Им необходимо Присутствовать В Ферганской долине Это невозможно Пока существует Суверенный Узбекистан Исламистские группы В регионе Очень тесно связаны С американскими военными С американской разведкой Александр Собянин Руководитель службы Стратегического планирования Ассоциации Приграничного сотрудничества 2005 Операция по идеологическому Прикрытию Задач американской Большой игры в регионе Естественно Возложена На разного рода Правозащитников Которые профессионально Не видят никаких угроз Со стороны Исламистов В регионе Мы в основном Сотрудничаем С посольствами Западных стран Великобритании Швейцарии Германии Словакии И очень тесно Связаны с посольством США На эти посольства Мы и ориентируемся Они нас в какой-то мере Защищают Угроза Исламского фактора Раздута Нашими властями Мы на протяжении Многих лет Поднимаем проблему Преследования Мирных мусульман Елена Урлаева Правозащитник 2005 При этом Степень востребованности Правозащитных структур И внимания К вопросам прав человека Гибко коррелируется С конкретными вопросами Размещения Американской военной Инфраструктуры Время новостей 2005 По неофициальным Дипломатическим источникам В Ашхабаде В ходе встречи Выскопоставленного Спецпредставителя Министерства обороны США С главой Туркменистана Неязовым Обсуждается создание Американских военных баз На граничащих С Афганистаном И Ираном Территориях Туркменистана Американская сторона В случае отказа Главы республики Предоставить США Территорию Туркмении Для дислокации Американских военных баз Намерена поднять вопрос О многочисленных нарушениях Прав человека в Туркмении А также о возможном Лишении ее статуса Постоянного нейтралитета Вернемся назад В послереволюционную Центральную Азию Британско-российское Замораживание Большой игры В начале века Оставило у власти В Афганистане Слабовольного Хабибулу Хана Получившего кличку Изменник ислама Слуга англичан В период его правления Образовались две Влиятельные Антибритански настроенные Группы Выступавшие За восстановление Независимости в Афганистане Ситуация в Афганистане Младоафганцы Во главе с сыном Эмира Аманулой Ханом Ориентированные на Россию И староафганцы Консерваторы Ориентировавшиеся На Германию Их лидером был Брат Эмира Насрула Хан Итоги Первой мировой Способствовали тому Что германское Влияние Улетучивалось А британцы Себя чувствовали Полновластными Хозяевами Афганистана Англичане Захватив Своё полное Подчинение Афганистан Давно создали Себе опорный Пункт Как для расширения Своих колониальных Владений Для удушения Так и для нападения На советскую Россию Выступление Лейна На заседании В ЦИК 1918 Эмир послал В Кашгар Миссию Во главе С одним из Министров Бежавших Вместе с ним Миссия Доставила Письма Королю Вице-королю Индии И мне В них Эмир Рассказывал О свержении Его большевиками И о своём Бегстве И попросил Включить В состав Британской Империи Своё государство Которое он Отдавал Безоговорочно В наше Распоряжение Перси Томас Эссерту Британский Генеральный Консул Кашгар В феврале 1919 Года После очередного Покушения На эмира Хабибу Лухана На престол Вступил его Сын Аманулла Хан Правительство Амануллы Хана Передало Послу Великобритании В Кабуле Предложение Пересмотреть Отношения Между Великобританией И Афганистаном На основе Встретили эти требования В мае 1919 Года Войска Амануллы Хана Вторились На территорию Британской Индии Их целью Было возвращение Пешавара Большая часть Пуштунских Племен Поддержала Афганскую Армию 27 марта 1919 Года Вышел Декрет СНК РСФСР О признании Независимости Афганистана В апреле Того же года Аманулла Хан Направил Письмо Ленину С предложением Установить Дружественное Отношение Между Афганистаном И РСФСР Я обращаюсь Ко всем Мусульманским Народом С предложением Заключить Мир Советской России Так как Только Объединив Силы Можно Одержать Победу Над Общим Врагом Господствующим В Европе И Азии Аманулла Хан Эмир Афганистана Выступление В Советской Бухаре Нет Необходимости Указывать Что это Советы Организовали Третью Афганскую Войну Лейтенант Стюарт Блейкер Британский Резидент Средней Азии 1922 В мае 1919 Года 340-тысячная Английская Армия Начала Боевые Действия Против Афганистана На Хайберском Базиристанском И Кандагарском Направлениях Аманулла Хан Объявил Джихад Священную Войну Великобритании Война Шла С переменным Успехом Несмотря на Техническое И количественное Превосходство Английской Армии На Хайберском Направлении Афганские Войска Были Разгромлены Англичане Осуществили Бомбардировки Джелалабада И Кабул В районе Вазиристана Афганские Войска Перешли Границу Идию В этих Условиях 3 июля 1919 Года Было Заключено Перемирие Между Английскими И афганскими Войсками В августе 1919 Года Был подписан Равалпинский Мирный Договор Которым Великобритания Фактически Признавала Независимость Афганистана Наша обязанность Устала Сделать Все возможное Чтобы Предотвратить Заключение Договора О союзе Между Афганистаном И советской Страной Мы указали Афганцам Что им следовало Бы раньше Чем допустить Таких опасных Людей В богохранимые Царства Потребовать От них Соответствующих Гарантий Уилфрид Малисон Британский Генерал 1920 В качестве Гарантий Английская Миссия Прибывшая В Кабул В январе 1921 года С целью Сорвать Подписание Договора О дружбе С Советской Россией Предложила 20 тысяч Винтовок 20 полевых Батарей Вооружение Для 20 Пулеметных Рот Плюс Ежегодную Субсидию Тем не менее 28 февраля 1921 года Договор Был подписан Идеологическая И не только Экспансия Советской России Особенно На востоке В традиционно Уязвимом Для Британской Империи Месте Вызвала Болезненную Реакцию Известную У нас Как Ультиматум Керзона На самом деле Ультиматумов было Несколько Это целая Переписка Многолетняя Ультиматум Чтобы действовать Чтобы действовать За ее Спиной Это имело Место Когда Ташкентское Правительство По подстрекательству Русских Уничтожило Независимое Бухарское Ханство Когда русские Войска Под маской Азербайджанского Правительства Окупировали Персидскую Провинцию Когда сам Азербайджан Уничтожил Ташнакскую Республику Армении И когда Армения В свою очередь Напала На Грузинское Государство Британское Правительство Требовало От Советской России Отказа От враждебных Действий На территории Персии Афганистана И Индии Оказание Помощи Афганистану По советско-афганскому Договору По мнению Кирзона Противоречило Договору 907 Года Тому самому Который был призван Поставить точку В большой игре Радиограмма Джорджа Кирзона Правительство Величество Настаивает На включении В Англо-Российское Соглашение Специальные ссылки На географические Территории В которых Неоднократно Заявляющиеся Обязательства Советского Правительства Воздерживаться От пропаганды Или враждебных Действий Направленных Против британских Интересов Или британской Империи Должны В особенности Применяться Одно только Общее заявление Без такового Специальную перечню Не имело бы Большой цены Со своей стороны Правительство Величество Выражают Полную готовность Принять во внимание Любое аналогичное Географическое Определение Территорий Относить на которых Российское Советское Правительство Могло бы Справедливо Требовать Признания Своих Специальных Интересов Этот Которые 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 Никаких Никаких Таких Географических Границ Для себя Даже Представить Не могли Нашим Нашим ответом Кирзону Были Как известно Создание Оса Авиахима Массовые Митинги И мероприятия По сути Начало Мощного Военного Строительства До настоящего Ультиматума И настоящего Разрыва отношений Дело дошло В 1927 Это была Британская Реакция На успехи Гомендановского Правительства В Китае В Китае В Китае Тогда входили Коммунисты И который Активно Поддерживал Советский Союз Британия Разорвала Все торговые Дипломатические Отношения СССР Разрыв Продлился Два года В которые Собственно И определился Окончательно Наш ответ Кирзону Василий Шульгин Монархист Идеолог Белого движения 1920 Красным Им только кажется Что они Сражаются Во славу Интернационал На самом же деле Хоть и бессознательно Они льют Кровь Только для того Чтобы восстановить Богохранимую Державу Российскую Они своими Красными Армиями Сделанными По белому Движутся Во все стороны Только до тех пор Пока не дойдут До твердых Пределов Где начинается Крепкое сопротивление Других Государственных Организмов Это и будут Естественные Границы Будущей России Интернационал Смоется А границы Останутся Шульгин Написал это Еще в 1922 По поводу Ленина И Троцкого Однако Именно к середине Двадцатых К решающему Моменту Схватки Сталина И Троцкого Относится Окончательное Оформление Того Что последователи Шульгина Среди русской Эмиграции Сменовеховцы Позднее Называли Русским Термидором Одно Одно Из важнейших Содержательных Сторон Внутри партийной Борьбы Между Сталином И Троцким С пленкнувшими К нему Старыми Большевиками Был Собственно Вопрос О дальнейшем Пути По сути О смысле Революции Если до конца То вопрос О революции Вообще Троцкий Это мировая Революция И Россия Инструмент Для нее Сталин Революция Как способ Продвижения Интересов СССР Коминтерн В этом случае Превращался В пятую колонну СССР Советский Союз В неороссийскую Империю Наследника Старой Российской Геополитики То есть Содержательный Ответ На ультиматум Икерзона Был положительным Россия Советская Вернулась На поле Большой игры Отсюда И возобновление Отношений С Британией Через два года Носило вполне естественный Технический характер Важнейшим идеологическим Фактором В большой игре В двадцатом веке Становится Ислам Борьба между игроками Здесь шла С переменным успехом Но в предшествующую эпоху Россия явно лидировала Британцы опасались Восстания мусульман В своих владениях Более чем Собственно Российской армии Резкое усиление Стратегического значения Ближнего Востока Заставило британцев Радикально взяться За решение задачи Таким радикальным решением Стало создание Пренепосредственной помощи И участие Британии Ваххабитского королевства Саудовской Арабии Которое и призвано было Возглавить Исламскую умму Став обладателем Главных исламских святынь Мекки и Медины Одним из архитекторов Королевства Стал легендарный Лоуренс Аравийский Этот выдающийся Британский агент Друг арабов Стал незаменимым Человеком В свете Саудовского короля Всей Не пытайтесь сделать Слишком много Своими руками Пускай лучше Арабы сделают Это сносно Чем вы превосходно Это их война И вы должны Лишь помогать им А не выигрывать Ее для них В действительности В странных Арабских условиях Ваша работа Никогда не будет Так хороша Как вам это Может представляться Лоуренс Аравийский 1917 Томас Лоренс Более известный Как Лоуренс Аравийский 1888-1935 Британский военный Деятель Прославившийся Своим успешным Посредничеством Между британскими Войсками Арабскими племенами Восставшими Против турецкого Господства В 1916 году Лоренс считается Военным героем Как в Великобритании Так и в ряде Арабских стран Ближнего Востока В 1916 году Участвовал В боевых действиях Против турок На стороне Эмира Фейсала После Первой Мировой войны Служил В Британском Министерстве Иностранных дел Отец Или точнее Первый британский Опекун Арабского национализма Томас Лоуренс Самостоятельно Распространял Про себя байку О том Как он якобы Был зверски Изнасилован Турецкими солдатами Во время одного Из разведывательных рейдов Однако Лоуренс Отличался Не только нетрадиционной Сексуальной ориентацией Но и нетрадиционными формами Любви к своим Подопечным Арабам После иракского Восстания 1920 года Лоуренс пишет В Лондон Обсервер Странно Что в таких случаях Мы не применяем Ядовитый газ Одним из самых ярких Участников Обновленной Большой игры С советской стороны Стал Яков Блюмкин Чекист С богемными Наклонностями Застреливший Во время Лево-эсеровского Мятежа 1918 года Немецкого Посла Мирбаха Через некоторое время Блюмкин был Прощен И вернулся В строй В иностранный Отдел ГПУ Где Вдохновляясь Примером Лоуренца Аравийского За несколько лет Создал на Ближнем Востоке В Центральной Азии Разветвленную Агентурную сеть В 1920 году Блюмкин Под видом Дервиша Проникает В Персию Уже через Несколько месяцев Провозглашает В северных Провинциях Гелянскую Советскую Республику Через год Открывает Прачечную В Палестине Под видом Правоверного Еврея Гурфинкин Его задача Сорвать Британские Планы По строительству Стратегической Магистрали От Средиземного Моря Столкновения Арабов С еврейскими Поселенцами Якову Блюмкину Удается Сорвать Британский План Ближний Восток Ключ к Индии Если здесь Начнутся Беспорядки Они могут Парализовать Всю колониальную Систему Британии Михаил Трелисер Начальник Иностранного Отдела ГПУ В 1923 году Блюмкин Появляется В Кабуле Где устанавливает Связь с местными Исмоэлитами С их помощью Проникает В Британскую Индию В 1925 Организует Экспедицию В Тибет С исмоэлитским Караваном Безопасность Которого Обеспечивает Британский Резидент В Кашмире Джон Вуд Отправляется В Читрал Там Блюмкин Был арестован Он совершает Побег И примыкает К научной Экспедиции Рериха В 1927 году Уже из Монголии Где его именем Назван Монгольский Народный Университет Блюмкин Отправляет Вторую Тибетскую Экспедицию В 1928 Открывает Антикварную Лавку В Стамбуле Откуда Под видом Персидского Торговца Старинными Еврейскими Книгами Разъезжает По всему Ближнему Востоку Устанавливая Связи С антибританскими Мусульманскими Движениями Секретарь Сталина Бажанов Описывает Своё посещение Блюмкина В 1925 Году Блюмкин Встретил Бажанова В красном Шёлковом Халате И с длинной Турецкой Трубкой В руках На видном Месте На столике Лежал Томик Ленина На томике Папиросная Бумага С узкой Полоской Кокаина Бажанов Язвил Ленин У Блюмкина Был открыт Всегда На одной И той же Странице В 1929 После конспиративной Встречи С Троцким В Стамбуле Блюмкин Был Расстрелян Коллегами За повторную Измену Делу Перед смертью Пел Интернационал Найдите 10 отличий Новых игроков Друг от друга Какая игра Такие игроки Поражение В войне Развалило Атаманскую Империю Под предлогом Охраны Персии От большевистской Смуты В декабре 17-го Британцы Вводят войска В Южный Иран В 18-м году Всё управление В городах Было полностью Передано Английским Военным Губернаторам Я был послан в Персию В форен офис Когда считали Что за отзывом Наших войск Последует Вторжение Большевиков И утверждение Советов Что может дать им Свободу действия На юге Предвидение Оказалось неверным Место вторжения Большевики Отошли Их политики Заключаются В том Чтобы сохранить Целостность Персии И во что бы то ни стало Предупредить Наш ход С Южной Федерацией Джон Наэль Британский агент В Иране 1919 С 1920 С 1920 года Советская Россия Пережившая Гражданскую войну Начинает проводить Более активную Политику В Персии В мае В Геляне Создается Революционная Республика В августе 1921 Революция В Харасане В феврале 1921 года СССР И Иран Заключают Договор Иран Упрощаются Его долги Перед царским Правительством А русский Судно Учетный банк Передается Персидскому народу Если Персидское Правительство После предупреждения Российского Советского Правительства Само не окажется В силе Отвратить Опасность Российское Советское Правительство Будет иметь Право Внести Свои войска На территорию Персии Чтобы в Интересах Самообороны Принять Необходимые Военные Меры Из Шестой Статьи Советско-Иранского Договора 1921 Таймс 1925 Угроза Севера Является Постоянным Фактором Политической И социальной Жизни Ирана Неослабевающее Давление Отравляющая Пропаганда Не прекращается Ни на одно Мгновение И не позволяет Правительству Шаха Забывать Что СССР Унаследовал Вековую Политику Побуждающую Его стремиться К расширению Сферы влияния На Востоке Эта политика Всегда преследовала В качестве Главной цели Подрыв Британских Интересов Нетрудно Заметь Что британцы Очень ясно Осознавали Приемственность Своей борьбы Против советского Проникновения С традициями Большой игры Во время Первой мировой Войны Районы Иракских Нефтепромыслов Превращаются В важнейший Театр Военных действий На Ближнем Востоке В декабре 1914 Британские войска Под командованием Генерала Таунсхеда Оккупировали Басру Более полугода Длилась осада Багдада Он был захвачен В марте 1917 Года После поражения Германии И Турции Британцы захватили Масул Установив контроль Над всей территорией Нынешнего Ирака 15 апреля 1920 Года В Сан-Рема Они получили мандат На управление Ираком В ответ на это В Басре И Багдаде Началось Шиитское восстание На севере Восстали Курки Ирак погрузился В хаос Мне абсолютно не важно Какая система Правления Обеспечит нам Доступ к нефти Но я убежден Что этот доступ Является для нас Жизненно важным Интересом Лорд Артур Бальфур Министр иностранных Дел Великобритании 1918 И мне хотелось бы Напомнить Американцам Один интересный факт Первое Что приказал Сделать командующий Британской армией Захвативший Багдад В 1917 Году Это распространить Прокламацию В которой Говорилось Мы пришли к вам Не как завоеватели А как освободители Вот интересно Что именно Иракская война Подорвала веру В британскую политику Даже у такого Великого империалиста Как Лоуренс Аравийский Он публично На приеме у короля Отказался от ордена Виктории И рыцарского звания И впал в депрессию О чем свидетельствует Его репортаж Из Ирака В Санде Таймс Мы говорим Что мы в Месопотамии Чтобы развивать ее На благо всего мира Все эксперты Говорят Что обеспеченность Работой Ведущий фактор Развития Насколько же Убийство Десятка тысяч Крестьян И горожан Поможет производству Пшеницы Хлопка Или нет Как долго Мы будем тратить Миллионы фунтов И тысячи солдат А десятки тысяч Арабов Будут жертвовать собой В интересах колониальной Администрации Действующие только ради Собственной выгоды Санде Таймс С 1977 По 1981 По 1981 Упреждающий Упреждающий характер Решение Администрации О войне Против Ирака Показал Насколько Возникновение Угрозы Глобального масштаба Подстегнуло Ее стремление Принимать далеко Идущие Стратегические решения Узким кругом лиц Подлинные мотивы Которых Скрыты От общественности Появление Новой стратегической Доктрины Превентивной войны Лишь укрепило Подозрение Что находящаяся В осаде Гегемонистская Бюрократия Не может быть Совместима С открытым И демократическим Процессом Выработки Внешней политики Не понимают Товарищи идеалисты Что нефть Главное Не добывать Здесь и сейчас Главное Нефть Контролировать Добыть успеешь Реалисты Которые политику Делают Никогда Ни из какого Ирака Не уйдут Ирак И тот же Иран Сегодня им нужен Для того Чтобы полностью Напрямую Теперь уже Самым простым Силовым Военным путем Контролировать Всю нефть Залива Без остатка В 1921 Британцам Удалось Подавить восстание И создать Королевство Ирак Под британским Протекторатом Королем стал Сын Саудовского Короля Хусейна Фийсал А Ирак Оказался Под полным Контролем Бритиш Петролиум Глава местного Отделения Который Стал там Первым Британским Послом Там же В Ираке Остались Могилы 22,5 тысяч Погибших в Первой Иракской войне Вопрос о нефти Есть жизненный вопрос Ибо от того У кого будет Больше нефти Зависит Кто будет командовать В будущей войне Кто будет командовать Мировой промышленностью И торговлей Иосиф Сталин 1925 Индия По-прежнему Продолжала играть Свою роль В обновленной Большой игре Но на место Индийского фактора В геополитике Все в большей степени Выходил фактор Нефтяной Настолько Что когда уже После Второй мировой Геополитика Индии Отошла в прошлое Вместе с самой Британской империей Ее успешно Заменила Геополитика нефти Каким образом Именно в контексте Второй мировой Геополитика Индии Плавно перетекает В геополитику нефти Это тема Следующей серии А теперь откуда Собственно взялась Сама Вторая мировая А собственно Оттуда же Откуда и первая Мы должны рассматривать Эти 30 с лишним лет Раздоров Беспорядков И страданий В Европе Как часть Одного исторического Периода В своей основе Эта история Более чем 30 лет войны В которой британцы Русские Американцы И французы Сражались до предела Своих возможностей Сопротивляясь Германской агрессии От каждого из нас Это потребовало Самых тяжелых жертв Но наибольшей жертвы Принес русский народ Чья страна Дважды подвергалась Разорению На широких просторах Этой страны Взялась кровь Десятков миллионов Русских людей Павших за общее дело Уинстон Черчилль 1945 О как Однако прежде чем Продолжить Первую Мировую войну И пролить русскую кровь За общее дело Британцам пришлось Решить одну проблему На востоке Европы Начиная с Ротпальского договора 1921 года Складывался Германо-советский альянс Объединение униженных И оскорбленных В этой самой Первой мировой войне Важнейшим аспектом Этого альянса Было экономическое И военно-техническое Сотрудничество С приходом к власти Гитлера Этот альянс Затрещал по швам Что вызвало Энтузиазм В определенной части Британского руководства Две составляющие Крепкий антикоммунизм И крепкая склонность Гитлера к экспансии Это гармоничное сочетание Позволяло надеяться Натравить Германию На Россию Чтобы таким образом Не только решить Идеологические задачи Но и завершить То самое глобальное Противостояние О котором собственно И говорил Черчилль В 45-м Одна незадача Между Германией И Советской Россией Лежит санитарный кордон Из восточноевропейских Стран-Лимитрофов Созданный для изоляции Советской России Их надо сдать Мы не должны обманывать А тем более Обнадеживать Малые и слабые государства Обещая им защиту Со стороны Лиги Наций И соответствующие шаги Поскольку мы знаем Что ничего подобного Нельзя будет предпринять Невил Чемберлин 1938 В феврале 1938 года Гитлер призвал Рейхстаг Обратить внимание На ужасающие условия жизни Немецких собратьев В Чехословакии Напомним Чехословакия На этот момент Обладает гарантиями Предоставленными ей Советско-французским пактом С 15 сентября 1938 года Гитлер и Чемберлин Ведут конфиденциальные переговоры В Бехтесгадене В Баварских Альпах С русскими невозможно договориться Наш цивилизованный цинизм Разбивается о пафос Их средневековых душ Адольф Гитлер Из мемуаров Марты Гесс А накануне этой интимной встречи Чемберлин заявлял Германия и Англия Являются двумя столпами Европейского мира И главными опорами Против коммунизма И поэтому необходимо Мирным путем Преодолеть наши нынешние трудности Наверное, можно будет найти решение Приемлемое для всех Кроме России Навил Чемберлин Чтобы вы поняли В чем состоит решение Приемлемое для всех Кроме России Поясняет непосредственно Адольф Гитлер Всего через месяц После оккупации Чехословакии Хочу, чтобы вы имели Хотя бы некоторые представления О почти астрономических цифрах Которые дает нам этот Международный арсенал Расположенный в Центральной Европе Со времени оккупации Мы получили 1582 самолета 2175 орудий всех калибров 486 тяжелых танков Миллиарды единиц Огнестрельных боеприпасов Адольф Гитлер 1939 Стоит напомнить, что накануне войны Чехословакия являлась Крупнейшим в мире экспортером оружия Только знаменитые заводы Шкода за год до начала Второй мировой Произвели Гитлеру вооружений Больше, чем весь ВПК Великобритании Четверть немецких танковых дивизий В момент нападения на СССР Была укомплектована Чехословацкими танками И этот арсенал был сдан Гитлеру Без единого выстрела Возвращение Невилла Чемберлена Из Мюнхена Где была решена судьба Чехословакии Было триумфально Стоя утрапу самолета Он заявил Встречавший его ликующей публике Я привез вам мир Что может Британия Предложить России В лучшем случае Участие в европейской войне И враждебность Германии Что можем предложить мы Нейтралитет и отстояние От возможного европейского конфликта И если того пожелает Москва Германа русское понимание Взаимных интересов Что как и в прошлые времена Будет служить на пользу обеих стран У Германии и России нет противоречий По всей линии От Балтийского и Черного морей До Дальнего Востока Карл Шнура Руководитель восточноевропейской референтуры Отдела экономической политики Немецкого МИДа 1939-й Напомню В августе в Москве По инициативе СССР Шли бесконечные и бесплодные переговоры С британно-французской миссией Когда в результате выяснилось Что эти представители Не имеют даже полномочий На подписание любого обязывающего соглашения А Польша наотрез отказывалась пропустить Советские войска В случае начала войны Вот в этой ситуации Сталину очевидно Не оставалось другого выхода Как ответить на немецкие предложения Пакт Риббентропа-Молотова Подписанный 23 августа 1939 года Пресловутый сговор Сталина с Гитлером По секретным протоколам К которому была поделена Восточная Европа Настоящий смысл этого пакта Показала последовавшая Странная война Когда англо-французские силы Обладавшие огромным преимуществом На Западе Не оказали никакой помощи Польше И вообще не предпринимали Никаких существенных боевых действий Поводом для вторжения в Польшу И собственно для всей Второй мировой войны Послужил немецкий ультиматум О так называемом Данцинском коридоре Данцинский коридор Бывшая германская земля Вдоль южного побережья Балтийского моря Соединявшая основную территорию Германии С Восточной Пруссией Поляки отвергли ультиматум Опираясь на гарантии Которые Польше предоставили союзники В первую очередь англичане Здесь надо напомнить Что Польша на тот момент Имела договор с Германией Практически аналогичный пакту Риббентроп-Молотов И вообще отношения Практически союзнические Расчленение России Лежит в основе Польской политики на Востоке Поэтому наша возможная позиция Будет сводиться к следующей формуле Кто будет принимать участие в разделе Польша не должна оставаться пассивной В этот замечательный исторический момент Задача состоит в том Чтобы заблаговременно Хорошо подготовиться Физически и духовно Главная цель Ослабление и разгром России Из доклада Второго разведного отдела Главного штаба Войска Польского 1938 Пакт с Германией Вдохновил поляков На исторические свершения В 1938 году Они готовы были Осуществить аншлюз Литвы Предъявив ей ультиматум В Польше заговорили О необходимости Расширения жизненного пространства Для великой польской нации За счет африканских колоний И как только Гитлер Отнял у Чехословакии судеты Польша оккупировала Тешинскую область Силезий Польша с жадностью Гиены Приняла участие в ограблении И уничтожении Чехословакского государства Уинстон Черчилль Вторая мировая война Каплей переполнившей Чашу терпения Гитлера Стали именно английские гарантии Британские гарантии Польши Меньше всего адресовались Самой Польше Которую Британия Помогать не собиралась Гарантии были даны для того Чтобы Польша не уклонилась От столкновения с Германией А главной задачей было то Чтобы от столкновения с Германией Не уклонился Советский Союз Поляки Жалкая, ни к чему не способная Хвастливая банда Это также хорошо известно Англичанам, как и нам Адольф Гитлер, 1939 А теперь сравните Вот заявление будущего посла Британии в Берлине Невилла Гендерсона Чехи свиноголовая раз А президент Бенеш Самый свиноголовый в своем стаде Великобритания не собирается Рисковать ни одним своим матросом Или летчиком Ради Чехословакии Невилл Гендерсон Посол Британии в Берлине 1938 И вот пусть кто-нибудь Назовет эти заявления Гитлера Безосновательными Основания, как мы помним Весьма вещественные Это Мюнхен Из дачи Чехословакии Польшу сдали так же Как и Чехословакию Правда, при этом Заставив воевать Господи британцы знают Что такое право сильного В отношении низших рас Они вообще наши Учителя Это неслыханно Представлять нам Чехов и поляков Этот сброд Который ничуть не лучше Чем суданцы или индусы Как суверенные государства Только потому, что На этот раз Речь идет об интересах Германии А не Англии Вся моя политика с Англией Исходила из обоюдного Признания Естественных реальностей А теперь они хотят Пригвоздить меня К позорному столбу Это неслыханная подлость Адольф Гитлер 1939 Уже после начала войны Англичане успели Поставить 45 Новейших истребителей В Венгрию Румынию И Финляндию И ни одного В Польшу Которой они Предоставили гарантии Опять же Обратимся к профессору Вечеркевичу Которого уж точно Никак нельзя обвинить В пророссийских симпатиях О планах британцев Лучше всего Свидетельствует то Что они почти С самого дня подписания Знали о тайном протоколе Пакта Молотова-Риббентроп Который получили От сотрудника Посольства Германии В Москве Фон Гербард Конечно они не сообщали Об этом полякам Чтобы случайно Не воспрепятствовать Началу войны Англичане и французы Зная что произойдет 17 сентября Списали Польшу В расход Павел Вечеркевич Польский историк 2005 Адекватной расплатой За предвоенную политику Был бритскриг Гитлера Победа над Францией И бегство Английских экспозиционных сил Из Дюнкерка Есть основания полагать Что Гитлер Вообще не расценивал Эти операции Как в прямом смысле Военные Вполне резонно Называя эти Приготовления Адольф Гитлер Выступление Перед генералитетом В Оберзальцбурге Политики перед нами Стоят далеко идущие планы Положено начало Сокрушению Британской гегемонии Я завершил Политические приготовления Теперь дорога Открыта Для солдат Когда все умрут Только тогда Закончится большая игра Редьерд Киплинг Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова